Представители Атамани привезли мини-парк, представили комплекс ярко и хребосольно и поделились рецептом самого старого салата на Кубани. Огурчик, картошка и пережаренный лук. Здесь больше и растительное масло. Все больше здесь. Ничего другого нет. Картошка в предварительном мундира варила? Конечно. Потом крошеная. И масло само. И масло, да, да, да. Заморские гости, воздушная фея и пират Карибского моря приехали себя показать и на других посмотреть. Знакомились с участниками выставки и раздавали информационные буклеты о своей компании. Рекламная кампания прошла успешно. Реклама, продвижение услуг и новые договоры о сотрудничестве – главная цель международной выставки-ярмарки. В первый день работы и в день открытия ярмарки участников и гостей поздравили с началом нового сезона высокопоставленные гости. Почетную миссию открыть 21-ю международную выставку «Анапа. Самое яркое солнце России» выполнил мэр Анапы Сергей Сергеев. Мне как главе муниципального образования, как главе детского курорта, курорта семейного отдыха, конечно же, очень приятно, что вы совместили свою работу с теми событиями, которые происходят сегодня в нашей стране. Я говорю о олимпийских играх, о 22-х олимпийских играх в Сочи. Хочу пожелать ярмарки, благотворной работы и самое главное – получение положительных эмоций вам, уважаемые участники и гости. От работы в добрый путь. Анапская выставка совершенно уникальна. Она заняла свою нишу, она представляет продукт детского семейного отдыха, открывает практически сезон для Анапы и для черноморских курортов, и поэтому она и эффективна, и, надеюсь, для вас будет результативна. Уважаемые анапчане, гости курорта, позвольте мне вас приветствовать от лица председателя законодательного собрания Краснодарского края Владимира Андреевича Бекетова. За прошедший год вся туристическая отрасль, курортная туристическая отрасль внесла свой весомый вклад – это 2,8 миллиарда рублей. На наших курортах побывали более 11,5 миллионов россиян. И то, что Сергей Павлович сказал, что сегодня все взоры прикованы к Олимпиаде, наверное, это позитивный момент, потому что после Олимпиады люди захотят к нам приехать. И я думаю, что вы к этому абсолютно готовы, ждете гостей. С учетом абсолютно такого гостеприимного характера анапчан мы достойно с этим справимся. В рамках 21-й международной выставки проведут открытые круглые столы и семинары для предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса. Очень хочется, чтобы каждый из вас нашел на этой площадке тех людей, с кем будет работать долго, плодотворно и взаимовыгодно. Хочется, чтобы здесь вы заключили те договора, которые вам принесут и благодать, и благоденствие, и самое главное, конечно, доход, чтобы мы как пополняли бюджет края и города, так и пополняли. Высокий курортный сезон в Анапе начинается в феврале. В последний месяц зимы самое яркое солнце России в Анапе сияет особенно ярко. Участники международной выставки, как старые друзья, каждый год презентуют свои продукты, услуги и предприятия. Представители крупных компаний называют ярмарку ярким событием и стартом выгодных контрактов. Такие выставки нужны, только нужно их модернизировать, на мой взгляд. Каким образом? Ну, привлечь новую аудиторию. Я думаю, за границей надо кого-то привлекать. Заключить договора, которые ранее были оговорены, соответственно, в Анапе, на выставке уже непосредственно тут, где находятся объекты, заключить, подписать договора, еще раз проговорить условия работы. За 21 год на ярмарке 17,5 тысяч предпринимателей представили свою продукцию. 21-я международная ярмарка пройдет в Анапе с 12 по 14 февраля. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Алексей Мухортов. Анапа. Регион.